Здравствуйте! Недавно у меня на канале было несколько видео про двухдиапазонные антенны для носимых радиостанций. Много возникает вопросов про такие антенны. Я решил рассказать про антенны длиной примерно 35 сантиметров. Вот такие вот антенны в отдельном видео. Про эти антенны. Про то, как они работают, вообще как они устроены. Почему именно про такие антенны? Существует очень много разных вариантов длины антенн для носимых радиостанций. Бывают очень маленькие, бывают вообще длинные метры и больше. Естественно вариантов очень много, каждый может сделать антенну любой абсолютно длины для носимой радиостанции. Дело не в этом, а в том, что вот такая длина, на мой взгляд, она интересна тем, что она уже может быть значительно эффективнее, чем штатные антенны длиной 15-17 сантиметров, но она еще более менее удобна в использовании, потому что 60 там сантиметров 80 или метр это практически уже невозможно пользоваться. И нагрузка на разъем очень большая в радиостанции, особенно если этот разъем СМА, да и просто пользоваться неудобно. А вот такими вот еще более менее удобно пользоваться, то есть если нужна какая-то повышенная эффективность и маленький размер антенны уже не устраивает, то вот такая вот 35 сантиметровая антенна это очень хороший вариант. Итак, антенны длиной 35 сантиметров, двух диапазонные. Как они работают? Прежде чем разбираться, как работают антенны, давайте сначала вспомним, что в первую очередь любая антенна это всегда вариации на тему диполя. Что такое диполь? Это полуволновый отрезок провода, отрезок проводника. Этот диполь может запитываться либо в центре, и тогда будет классическое представление диполя. Два плеча, по четверть длины волны каждая. Соединены они в центре со схемой запитки, грубо говоря, с кабелем, с радиостанцией. Все это вместе имеет длину полуволны, запитываемой в центре, и это диполь, который мы привыкли видеть. Также диполь может быть запитан с краю. Это тот же самый отрезок провода длиной полуволны, но запитывается он при этом не в центре, а с краю, можно сказать, в одной точке, в крайней. Он может быть как горизонтально, так и вертикально. И на КВ, и на УКВ такие антенны применяются, и те, и другие. При запитке антенны диполь в центре у нас самое низкое сопротивление запитки, при запитке с краю самое высокое сопротивление, какое только может быть в любой точке подключения этого самого диполя. Зачем я это все рассказываю? А за тем, что применительно к антеннам, к носимым радиостанциям это все точно также работает. Самых два популярных диапазона для носимых радиостанций, это, естественно, VHF и UHF. Упрощено будем говорить это 2 метра из 70 сантиметров, радиолюбительские диапазоны. В двухметровом диапазоне диполь имеет размер 1 метр. Полноразмерный диполь длину 1 метр имеет. В 70 сантиметровом диапазоне полноразмерный диполь имеет длину 35 сантиметров. Те самые, которые мы видим у таких антенн. Чаще всего антенны для носимых радиостанций используются не как диполь целиком, а как половина этого диполя, то есть как одно плечо. А вторым плечом, второй половиной работает сама радиостанция плюс емкость с рукой оператора, емкость с землей. То есть получается, что есть у нас половина диполя это антенна, половина диполя это радиостанция. В данном случае вот такая вот носимая радиостанция на 430 МГц, она практически тоже имеет размеры диполя полноразмерного антенка, плюс сама радиостанция, можно сказать, что это полуволновый вибратор на 70 сантиметров. На двухметровом диапазоне все то же самое происходит. С той лишь разницы, что антенна, получается слишком короткая для этого диапазона, и в точке запитки этой антенны обязательно включается удлиняющая катушка, то есть индуктивность, которая электрически увеличивает длину штыря антенны. Антенна сама при этом остается размером тех же самых, но она удлиняется электрически до резонансной длины с помощью удлиняющей катушки. Это все если разговаривать про антенны однодиапазонные, то есть вот эта антенна однодиапазонная чисто на 70 сантиметров на 430 мегагерца, она работает просто как полноразмерный диполь. Четверть волны сам штырь, четверть волны сама радиостанция плюс рука оператора. Такая же антенна на двухметровый диапазон содержала бы в основании удлинительную катушку, и работала бы тоже как четверть длины волны, сама эта антенна удлиненная катушкой соответственно. А уже корпус радиостанции плюс рука оператора, емкость к земле и прочая емкость к самой этой антенне выполняли бы роль второй половины этого самого диполя. Но как же все это совместить в одной антенне? да еще и вот такого размера 35 сантиметров. Оказывается можно сделать схему запитки этой антенны, которая бы на 70 сантиметровом диапазоне выполняла функции запитывающего устройства для запитки диполя с краю, то есть повышающего трансформатора, резонансного трансформатора, который бы повышал сопротивление из 50 ом радиостанции в высокоомное сопротивление для запитки диполя с краю. И эта же схема выполняла бы роль просто удлинительной катушки для работы на двухметровом диапазоне, так как вот такая антенна 35 сантиметров, она меньше по размерам, чем четверть волновый штырь на 2 метра. Соответственно нужна удлинительная катушка. Вот существует схема, которая выполняет одновременно две эти функции. Эта схема чаще всего и применяется при запитке антенны, имеющих вот такую длину порядка 35 сантиметров. Именно про такую длину я вам рассказываю, потому что эта длина еще и очень удобная для запитки антенны. Если бы антенна была не 35 сантиметров, а 45 например, то уже на 70 сантиметровом диапазоне она бы не так хорошо не так удобно согласовывалась, не так удобно запитывалась. А так получается, что вот именно 35 сантиметров это полуволновый вибратор на 70 сантиметровый диапазон и укороченный штырь на двухметровый диапазон. То есть половинка диполя на двухметровый диапазон, который удлиняется до полуметра удлинительной катушкой в основании. Теперь уже именно о том, как работает конкретно вот эта антенна Retevis 771. Я вам о ней рассказывал. Много других антенн есть тоже такой же длины. Например, антенна от китайской радиостанции с русским названием Байкал абсолютно такую же длину имеет и устроена точно также, работает также. Значит 35 сантиметров антенна. Как бы она была устроена, если бы она работала только на одном диапазоне 2 метра, на диапазоне VHF. Антенна длиной 35 сантиметров, чтобы нормально работала, резонировала на двухметровом диапазоне, должна иметь в основании одну лишь удлинительную удлиняющую катушку. Что значит удлиняющая катушка? Это значит индуктивность, включенная последовательно с штырем, с антенной и с точкой запитки. Такая катушка доводит электрическую длину вот этого штыря до четверти длины волны, то есть до полуметра. Если в этот штырь был длиной полметра, то его не нужно было бы удлинять удлиняющей катушкой, а поскольку этот штырь короче чем полметра, то с помощью катушки его электрическая длина доводится до размеров полметра. Полметра это четверть длины волны для двухметрового диапазона. И получается у нас некий диполь, состоящий из удлиненного катушкой вот этого отрезка провода 35 сантиметров. И вторая половина диполя это корпус радиостанции, рука оператора и так далее. Так антенна работает на двух метровом диапазоне, все очень просто. Если бы эта антенна была чисто на диапазон 70 сантиметров, на диапазон UHF только на диапазон, то она должна была содержать в своем составе повышающий трансформатор. Чаще всего в качестве такого трансформатора используется резонансный контур, в отвод которого включается низкоомный источник сигнала, например, радиостанция включалась бы в отвод этого контура. А в горячий конец контура, где максимально высокое сопротивление, включалась бы полуволновая антенна полуволновый вибратор 35-34 сантиметра. 35 сантиметров имеет длину антенна вместе с разъемом, с устройством запитки, может быть с каким-то колпачком вот здесь вот, а сам излучающий штырь обычно имеет короче длину 33-34 сантиметра. И вот такая вот антенна была бы полуволновым вибратором, запитываемым с краю с помощью повышающего трансформатора, сделанного на контуре. Такая антенна не использовала бы корпус радиостанции, руку оператора в качестве противовеса, в качестве второй половины диполя. То есть эта антенна самодостаточная, она не зависит от того, как мы держим радиостанцию, держим ее рукой или вообще поставили на стол. То есть ни от чего не зависит, она самодостаточная, сама в себе работает. Антенна полуволны на 70 сантиметровый диапазон с запиткой, повышающим трансформатором из контура. Теперь о том, как совместить эти две антенны в одну, чтобы она работала сразу на двух диапазонах. В простейшем случае просто удлинительная катушка, включенная в основание вот такой вот антенны, она позволит этой антенне работать не только на двухметровом диапазоне, но и на 70 сантиметровом, так как 70 сантиметров это ровно в три раза выше частота, чем 2 метра. Антенна ровно в три раза короче должна быть, и у нее на третьей гармонике будет точно такой же резонанс. Но на самом деле эффективность антенны при этом будет немного ниже, во-первых, во-вторых, сопротивление не будет близко к 50 ом, то есть ксв будет значительный, если он, конечно, вам важен у антенны относимой радиостанции. Встречается много дешевых китайских антенн, как некоторые скажут, подделок. Я считаю, что просто дешевые китайские, подделки под другие дешевые китайские, не знаю. Встречаются дешевые китайские антенны, которые действительно содержат при таких вот размерах только лишь одну катушку в основании, за счет этого они работают как удлиненная с помощью удлиняющей катушки штыревая антенна на двухметровом диапазоне, и на третьей гармонике они работают на 70 сантиметровом диапазоне. Но полноценная схема запитки немножко сложнее, она должна содержать еще и емкость. на 70-сантиметровом диапазоне схема запитки в виде контура, в которой радиостанция включается в отвод, она не может работать одновременно на 2 диапазонах. Этот контур резонирует исключительно на своей частоте, в узкой полосе частот работает, и конечно же, не пропустит сигналы на частоте в три раза меньше, то есть на 2-метровом диапазоне. Поэтому, прямо так, непосредственно контур для запитки полуволновой антенны на 70 сантиметровом диапазоне, а 2 метровом диапазоне использовать нельзя. Казалось, простой выход есть из ситуации. В этом контуре, если исключить нижнюю его часть, нижнюю часть катушки, и оставить только лишь ту часть катушки, которая идет от точки запитки до антенны, и оставить ту же самую емкость, то он тоже будет работать практически как повышающий трансформатор, как контур резонансный, который запитали не в отвод, а в который включились в разрыв, так скажем, этого контура. У него точно также будет высокое сопротивление при резонансе в точке соединения емкости с индуктивностью. И вот в этой точке включается как раз у нас полуволновый вибратор 35 сантиметров, 34 сантиметра. На 70 сантиметровом диапазоне все точно также работает. На двухметровом диапазоне эта катушка контура продолжает работать, и она становится удлиняющей катушкой для того, чтобы удлинить 35 сантиметровый, 34 сантиметровый штырь до длины полуметра, до четверти длины волны. А емкость просто не мешает, не участвует. Емкость очень маленькая, единицы пикофарад. Вот такая вот схема запитки, достаточно простая, всего две детали, емкость и индуктивность. И такая антенна работает в двух диапазонах сразу. В 70 сантиметровом как пол волны, самодостаточная антенна, не использующая корпус радиостанции как противовес, а в двухметровом как удлиненная, удлиняющая катушка, вернее укороченная, конечно же, укороченная антенна с удлиняющей катушкой в основании, которая с помощью этой катушки удлиняется до длины полметра. На антенном анализаторе очень четко видно два резонанса таких антенн и на обоих резонансах КСВ очень низкий, близкий к единице. Вот, например, у меня сейчас в разобранном виде антенна от двух диапазонных профессиональных радиостанций гранит, подключенный гибкий штырь без внешней какой-то изоляции, просто у меня в разобранном виде, и подобные тоже схемы запитки. И точно также выглядит график от радиостанций Байкал, точно также два резонанса, хотя антенна это и заявлена как одна диапазонная, но так как схема запитке ее точно такая же element и эта схема резонирует и на двухметровом диапазоне так же, как я вам сейчас рассказал, поэтому тоже два резонанса. Может быть просто резонанс двухметровому диапазоне у этой антенны немножко выше по частоте, чем в любительском диапазоне, но так как она позиционируется как чисто дециметровая антенна, то это не важно. И у антенны Retavis точно также наблюдаем те же самые два резонанса. Собственно про эту антенну я вам уже рассказывал, даже в двух своих видео ее показывал. Вот теперь вы знаете как такие антенны работают. Это немножко упрощенное конечно же объяснение работы таких антенн. Возможно ситуации когда в схеме , кроме двух этих элементов есть еще третий элемент, еще одна катушка, которая включается последовательно со штырем с этим. Эта катушка тоже работает как удлинительный на обоих уже диапазонах и на 70 сантиметровом, если эта штырь будет не длиной 35 сантиметров, а немного короче. Ну и также она продолжает работать как удлинительный на двухметровом диапазоне. Емкость такой антенни может быть выполнена как в виде обычного элемента радиодетали, конденсатора, как в обычном корпусе, так и в СМД, так и в виде каких-то конструктивных элементов. Например вот в этой антенне от радиостанции гранит, тоже двух диапазонный антенны. Емкость выполнена в виде металлического латунного кольца, которое установлено поверх катушки индуктивности. Такая же конструкция применяется и в антенне от Retervis, которую я вам показывал в одном из своих видео. Разобрав такую антенну мы увидели, что там тоже есть колечко вокруг катушки. Это кольцо и есть та самая емкость. Перемещением этого кольца по индуктивности выше-ниже к основанию антенны можно подстраивать антенну на 70 сантиметровом диапазоне, то есть изменять емкость и точку ее подключения к катушке. Я считаю такие размеры антенны как 35 сантиметров плюс-минус конечно же тут сантиметр-два на схему согласования, на устройство запитки, на разъем и так далее, на какие-то конструктивные элементы, это самый оптимальный размер удлиненной антенны. Конечно с ней ходить по городу не всегда удобно, я предпочитаю все-таки обычных размеров, вот таких вот иметь антенну на радиостанции, но когда нужна повышенная эффективность, то я считаю вот такой размер самый эффективный, так как на дециметровом диапазоне это полноразмерный диполь, который абсолютно никак не использует радиостанцию, корпус радиостанции и руку оператора, никак не зависит от размеров корпуса, от того, где эта радиостанция находится, поэтому максимальная эффективность при этом получается на 70 сантиметров именно у такой антенны, а на двухметровом диапазоне эта антенна тоже имеет большие размеры, чем обычная вот такая 15-17 сантиметровая, в результате тоже более эффективно работает. На этом все, мой рассказ о работе 35 сантиметровых двухдиапазонных антенн для носимых радиостанций закончен, ссылки на антенны ретевис есть в описании к этому видео. Не все антенны, что продаются на алиэкспресс, так устроены, очень много антенн, которые просто не имеют в себе вообще никакого узла запитки, а просто штырь припаян к центральной жиле разъема и все. Или же там есть только одна удлинительная катушка, которая настраивает эту антенну куда-то на двухметровый диапазон, а на дециметровом диапазоне на 70 сантиметров, она работает просто на третьей гармонике, то есть не все антенны так устроены. Я вам рассказал о том, как должна быть устроена двухдиапазонная антенна длиной 35 сантиметров. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте разные антенны, понимаете как они работают. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте, в фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. До свидания. Продолжение следует...